Приветствую! Сегодня в этом видео я хотел бы вам показать, как можно заменить воздушный фильтр салона Toyota Prius 20 кузов. Это очень важно, вы можете это сделать самостоятельно, не дожидаясь планового сервиса, потому что часто в этом месте собирается много пыли, грязи. Это то, чем вы дышите в вашем салоне. Поэтому я сейчас вам покажу, как это можно сделать. Менять мы будем вот на такой фильтр вот этого бренда. Сам фильтр находится у нас вот в этой части. Так, открываем наш бардачок, нижнюю часть. Находим, вот видите, такие заглушки, они с двух сторон. Зажимы, вернее сказать. Нажимаем один, просто нажимаем второй, наш бардачок проседает. И теперь находим вот эту вот часть, она держит. Просто ее вынимаем в сторону, и вот наш бардачок опустился вниз. Далее, вот здесь находится у нас кабинный фильтр. Нам нужно просто нажать с двух сторон и потянуть на себя. И вот мы достаем наш воздушный фильтр. Видим, да? Сколько пыли находится, грязи, каких-то листьев в нашем фильтре. Это очень, по моему мнению, важно. Если вы следите за своим здоровьем и хотите дышать у себя в салоне нормальным воздухом, лучше это делать периодически, просто в зависимости от того, где вы живете, какой регион, зима, лето. Просто можно периодически посматривать, если ваш фильтр уже в таком вот состоянии. Можно заменить это самостоятельно и не ехать в сервис. И таким же образом ставим наш новый и закрываем назад на защелке. Все, мы поменяли наш фильтр. Очень легко и просто. И таким же способом вы можете заодно поменять воздушный фильтр двигателя. Здесь тоже все просто. Находим вот такую пластиковую нашу коробку. Открываем. Такие зажимы. Три у нас здесь и одна с этой стороны. Просто открываем, снимаем. И видите, у нас стоит, я уже менял этот фильтр. Вот такой фильтр. Вы его можете заказать по ВИН-коду и заменить заодно этот фильтр. Ну, в общем-то, это все, что я вам хотел сегодня показать. Вы можете сами контролировать, с какой периодичностью вы меняете ваши фильтры. Как салонный, так и фильтр двигателя. То есть, можете как бы это делать на сервисе. Но можно делать и самостоятельно. Это очень легко. По крайней мере, вы будете в курсе сами, что у вас с фильтрами. Насколько они загрязнены. Потому что, на самом деле, это реально важно для вашего же здоровья. Поэтому, всем хорошей дороги. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте ваши лайки. До новых встреч. Пока. Пока.